добрый день дорогие друзья сегодня 3 апреля понедельник время 5 вечера я немножко отдохнула и сейчас решила немножко с вами пообщаться показать чем я занимаюсь пришла весна на улице тепло и я уже второй день на вашу порядок палисадники сейчас выйдем с вами на улицу я все вам расскажу и покажу сейчас хочу показать вам две вот такие бутылочки это бактерии для выгребных ям и для дачных туалетов называется биопрепарат удачный для туалетов и выгребных ям вот лёшик покупал на озоне две вот такие бутылочки по моему 600 рублей но я прочитала здесь инструкцию здесь 50 миллилитров эти бактерии перерабатывают 1 кубический метр отходов но вы понимаете о чем я говорю не воду а именно отходы то есть то что твердое из нас выходит вот может быть я даже и не буду сейчас это применять я посмотрела в яму там она даже на треть не наполнилась в этом году у нас не снежная зима была по сравнению с прошлым годом и вода сама по себе уходит но а то что твердая я даже честно говоря и не вижу заглядывая в эту яму я вижу только водичку и даже запаха нет что удивительно вот кстати для тех кто собирается покупать дом присматривает пожалуйста обращайте на это внимание какая выгребная яма или какой септик ну а сложных септиках я сейчас не говорю потому что это очень очень дорого и если дом в деревне то это мало у кого есть а вот выгребные ямы бывают разных размеров и кольца и сами люди делают вот у нас была яма вырыта внутри кирпич обложены стенки кирпичом одно я так поняла но это без дна так скажем сейчас выйдем на улицу я вам подробнее расскажу и почему на это нужно обратить внимание при покупке дома вот нужно выбрать дом с правильной выгребной ямой но сейчас немножко расскажу о нашей шпулендре я там не ставлю видео я ее про стерилизовала вот сейчас не все хорошо но друзья два дня она отходила так шпулька деты наверное не знаю в ванной тоже нет ну не буду искать ее короче отходила она два дня эта моника лежит два дня не кушала и вообще сложнее перенесла на стерилизацию чем ее мама вот с пулечка пойдем я тебя нашла я ее давай красавица в кадр покажись нам вот видимо потому что у нее вес меньше в общем чем меньше весу кошечки я так поняла тем организму сложнее переносить вот эту боль я видела что ей было и больно и она не находила себе место шпуля будет кушать давай я тебе сейчас открою вот здесь банда ой ты кушать попросила моя сладкая кушать попросила там пусть каймонька грызут сейчас я помою вот твою оранжевую мисочку и положу тебе сейчас моя сладенькая мне так радостно что ты кушать попросила друзья как я переживала я как и маруське вливала и водичку со шприца вот потому что она двое суток вообще ничего не кушала не ела и видимо было очень больно сейчас пулечка сейчас дам давай давай мои сладкой давай покушай ой вы знаете друзья аж отлегло сильно я переживала потому что я видела что ей было действительно очень больно и очень плохо вот я не знаю говорила я или нет я вставлю вам кусочек видео ну что друзья в том же самом месте в нашей ветклинике прекрасной сегодня 1 апреля и вот наша шпулечка здесь сидит сейчас будем ее оперировать один раз обмучаемся и все да шпулинда телевизор сегодня работает который я уже не смотрю лет 25 и на улице тепло у нас где-то плюс 15 ну что друзья мы уже дома шпулька еще и не думает просыпаться я ее сейчас здесь укрыла вот под батарею поставила бедно язык на бок вот надя сказала что через 20 минут проснется марусь кота как то мы уже были дома но она сразу прям начала просыпаться шпулька чё-то нет переживаю я кузьма пришел здесь тоже переживает моника пришел понюхал вот ну ладно будем ждать пропылесошу пока пол чтобы ее потом не пугать пока она без сознания вот вот потом включусь успела я друзья пропылесосить уже язычок мы спрятали шпулька ну еще ну еще уже ушками шевелим вот облизываемся ну еще лежим еще лежим маруся приходила проведывала шпульку марусь дочка твоя да ничего маруська все будет хорошо нельзя туда не води куда ты где моя красавица шпулечка уже облизывается маруська то когда отходила так то лапами как то так странно делала ну то нет каждый по своему в себя приходит дашка линда их надо укрывать друзья у них после наркоза падает температура тела прям вот рукой дотрагиваешься и чувствуешь кошка холодно морозит короче им надо тепло сколько сегодня у Нади на роду было друзья я прям успела я пришла был там мужчина с котиком ну и укольчик ему делали быстро и я зашла выхожу три человека собачку но я в них не разбираюсь такая мягкая пушистая собачка маленькая но не совсем маленькая не такая вот прям рыжая такая капельница второй пёсик тоже вообще лежал вообще лежал не шевелился я спросила что у вас с пёсиком очень в плохом состоянии клещ друзья укусил так что имейте в виду что уже клещи оказывается активировались берегите ваших животных и вторая мама с дочкой принесли вот совсем маленькую собачку такую гладкошерстную пикинез по-моему называется так покусала своя же собака но большая помесь овчарки там с кем-то короче принесли эту бедную собачонку в пеленке там наверное рваные раны ой чего только нет и вот мы на стерилизацию представляете буквально за каких-то 10 минут набежало столько народу так что клиника наша пользуется популярностью и очень хорошая наша врач Наденька да и поп здоровья начали мы отходить все ее куда-то несет на месте лежать ну как и Маруська лежишь пулечка не надо никуда идти не надо не надо не надо никуда ходить все будет хорошо шплиндр все моя хорошая все ой дрожит вся как осиновый лист дрожит сейчас возьму ее на руки упутаем похожу с ней со шпулькой все лучше и лучше она вот уже даже пытается запрыгнуть поле еще пьяная еще пьяная моя девочка зашла здесь у нас теплый пол в ванной комнате вот она ей холодно морозит вот она на этом коврике коврик кстати перекочевал перекочевал сюда здесь вот видите такая картина кузьма рядом с ней в принципе они так и лежали я пока сбегала за камерой шпулька встала ну ее сейчас колбасит все возле нее ходят так туалеты надо подвинуть поправить в общем нашла шпуль не надо туда лазить я тебя потом не достану оттуда ложись на пол на теплый в общем она поняла что здесь тепло что здесь самое лучшее место и вот сама пришла видите на коврик ложится и отходит от операции от укола в общем вот так а я здесь на скорую руку варю лапшу еще в том году закупились лапши наверно пачек 10 а то и 15 купили вот такая лапша лагман восточная была в светофоре в том году по 31 рублю какая же она вкусная и достала кусочек грудки одну грудку вернее из лоточка быстренько сейчас ее пережарю замороженную морковку теперь наверное все время буду так хранить морковку как хорошо один раз натер осенью в морозильную камеру можно добавить вот здесь кстати есть и перчик вот мой и поджарки во всякие подливки красота сейчас потушится моя сварится слазила в погреб вот эти помидоры больше всех понравились именно с луком надо найти рецепт резаные причем здесь есть все наверное резанные боже какая-то вкуснятина вот еще одна вот такая баночка осталась обязательно также закрою здесь еще и масло есть чеснок по моему да перец и вот помидорчики очень вкусно получилось в общем буду кушать время время почти час а я еще с утра пустой кофе попила сняла ролик для вас и поехала со шпулькой в больничку еще ничего не ела в общем сегодня у меня будет поздний обед но ничего на пользу пойдет меньше килограммов наберу вот такая вкуснятина у меня друзья скорее всего это уже теперь обед положила себе помидорчиков что хочу сказать в этих помидорчиках вкусно все очень вкусный лук помидоры сам вот этот сок буду искать рецепт где-то я его откладывала на ютюбе в понравившиеся и обязательно в этом году еще так закрою всем приятного аппетита когда мы только приехали с больнички вот какая она была и вот только только вчера вечером делала я операции 1 апреля вот только вчера вечером она что-то там лизнула и сегодня утром только начала но нормально так пакетик съела так что пережили мы эту операцию со шпулькой гораздо сложнее чем с ее мамочкой вот ну все теперь все наши питомцы стерилизованные и у нас все хорошо очень частый вопрос гуляют ли ваши кошки на улице ответ нет наши кошечки чисто домашние они живут у нас в доме им им есть где побегать где развернуться вы очень часто слышите в кадре шум топот ор кузьма у нас любитель поразговаривать и они не просятся на улицу уж на что Маруся наголодалась настрадалась намерзлась была чисто так скажем уличной кошкой она даже к двери не подходит они не то что я их запираю и в заточении их держу они сами не хотят идти на улицу вот так что ответила на ваш вопрос вот шпуля поела все ждали теперь пойдут все остальные кушать сейчас Монька немножко шпулька сейчас лапкой она умеет лапкой орудовать вот ну слава богу все наладилось все хорошо все прошли эту процедуру и теперь живем спокойно очень много мне писали комментариев друзья по поводу стерилизации в основном девяносто пять процентов конечно же за эту операцию я с вами полностью согласна очень плохие вот так шпуля умеет видите как с это с вилкой как с вилкой кушает и рак матки и куда девать котят вечный извечный вопрос я понимаю что это стоит денег но это не те деньги две тысячи у нас стоят в чаплыгине приезжайте к нам стерилизовать у нас очень хорошая доктор в москве это конечно очень дорого особенно с кошечками с котами вот но тем не менее не у всех же по пять котов как у меня я думаю что одного двоих своих питомцев можно стерилизовать можно как-то подкопить денежку если это москва но это забота о кошачьем здоровье и пожалуйста не пишите мне глупые комментарии какие у кошек грустные глаза после этого они чуть не плачут вот это все неправильно и там писали мне грех я удаляю эти друзья комментарии вот не обижайтесь так ладно заговорилась одеваюсь давайте выйдем на улицу посмотрим что там ой как хорошо я немножко поспала друзья я сегодня можно сказать восьми часов до часу очень сильно очень интенсивно работала вот вот это опилки это кошачий туалет я сюда вот разгребла это все что за зиму конечно летом я сюда выбрасывать не буду ну а зимой выбрасывала сюда грабельками все это разровняла земельки хорошо вот почечки у нас уже смотрите какие почечки это черешенка вовремя я ее спасла в том году сажала весной на свой день рождения вот видите центральной и вот эти ветки стали сохнуть и я поняла что ее жрут муравьи засыпала сюда этот короче от муравьев отраву эту и она выжила пойдет расти я думаю с ней будет все хорошо здесь сегодня я тоже граби грабельками поработала вот здесь все вычищала там старые листья вот здесь вот этот ирис роз убрала вон уже зелененькие нарциссы вот повылезали вон они как лучок стоит тачку далеко не убираю в общем еще буду возить мусор юка пережила нормально вот пойдет расти а вот хочу показать вам как перезимовала краска на плитке гипсовой моей работы ручной работы которую я сама выливала из гипса и сама же это все облицовывала только в одном месте отшелушилась краска вот везде вот я вам показываю как есть друзья у меня все как есть все честно и откровенно плиточка обрабатывалась сначала специальная грунтовкой а потом красила лёшик покупал фасадную краску я ее колеровала здесь еще у нас ну уже пройти можно кстати уже не такая грязь вот здесь все будет плиточкой укладываться вот здесь все пережило штукатурка вообще идеально а вот в одном месте облупилась я вот видите у меня есть краска есть грунтовка вот почему-то только вот в этом месте может быть потому что это вот солнышко там садится и ну сильные солнечные лучи а зима у нас очень была солнечная может быть поэтому вот только в этом месте но это ерунда это я все поправлю и все будет хорошо вот вот здесь у меня чеснок но я не вижу пока я не вижу чтобы что-то вылезло а вот это мне еще надо сжечь это старый лен ой друзья столько работы непочатый край но она в радость вот я сегодня зашла устала а вот сейчас полежала отдохнула и уже опять хочется хочется лучок зеленый уже полез лук батут хочется опять работать и даже уже сявель проснулся все это надо мне здесь тоже листья грабельками пройтись и уже я вчера вон там пробовала видите граблями вон вон там вот эти все котички разравнивать уже пора они уже подсохли даже надо покупать пленку опять Лешек приедет скорее всего с тепличкой займемся вот 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 это я не убирала здесь так и посажу огурчики и убирать будем в июне в Лешеком отпуск будем убирать вот этот сарай и строить здесь открытую веранду для которой я и вот хочу связать подвесное кресло макроме теперь еще хочу рассказать по поводу краски друзья в том году мы красили крышу резиновой краской вот я вам показываю состояние и все хорошо но нам не хватило этой резиновой краски вот сюда на вот эту часть ну на вот этот вот конус я конечно не могу показать это я вижу вот когда от мусорки иду по улице я вижу вот эту часть крыши она вся вздыбилась так что в этом году будем перекрашивать опять докупать резиновую краску и вот эту часть четвертиночку будем будем перекрашивать так что вывод резиновая краска очень хорошая краска именно для крыши там мы красили обычной краской хоть она и была написана что она типа там стойкая нет для крыши это не то так ну ладно сейчас пройдем на улицу и я вам покажу что же я там два дня чем занималась ой муски летают мухи летают вот как раз сейчас отвечу на комментарии которые были прошлогодние и покажу результат жалко я не сняла до того как я навела порядок но можно в других видео посмотреть вы помните что вот это вот вся площадь я ее укрывала картоном из-под шкафов то есть из-под мебели мы покупали большой шкаф там комод тумбочки все это естественно было упаковано в картон потом картон от кварцвинила это напольное покрытие я все здесь укрывала этим картоном мне говорили видите раскиснет никакого толку зря вы это сделали а теперь вот посмотрите друзья вот вы видите вот это целину вот этот пырей это вот шов то есть там где не было укрыто этим картоном и здесь ох как тяжело копать вот здесь тоже лежала металлический лист видите по периметру куда попадал свет там как росла трава так она и растет вот здесь я тоже бросала лист и здесь теперь практически только вскопать земля а там где не было как была целина так и есть так что друзья ничего не зря за год вот мне этот картон ох как хорошо ох как хорошо все что нужно он сделал вот такая черная земля вот это был здесь песок вот там был бугорок вот здесь я его сегодня разровняла видите вот здесь был бугор я разбросала и там почему-то был песок ну и хорошо и вот там был бугор это видимо копали вот здесь септик септик вот канализация грибная яма то о чем я говорила она здесь у нас наверное два на два она громадная просто и ни разу вот уже полтора года прошло ни разу не было там чтобы она ее нужно было чистить и вообще мне хозяйка предыдущая сказала что лена ни в коем случае ее не чистить а сегодня я разговаривала с соседкой алифтины волн в том розовом домике она живет я у нее еще спросила а как так куда уходит вообще это все ну извините стираем ходим в туалет а почему куда уходит то это она говорит а здесь вот наклон вот наклон и видимо ну подземные же реки тоже есть и у них тоже есть русло и правильные строители когда копают эту выгребную яму доходят до песка именно до песка то есть весь камень всю глину выбирают или песком засыпают то она мне сказала доходят до песка и оставляют то есть укрепляют стены кирпичом а дно вот оно такое и вот все уходит поскольку дом у нас стоит на пригорке наклон вот туда и все это уходит в почву и вот это алифтина сказала что я с 2006 года живу и я ни разу не вызывала вот этих осенизаторов ни разу не вызывала чтобы ей чистили бросала говорит несколько раз за все это время бактерии и они все там съедали а вода уходила в почву а соседи у нас видимо у них ну не очень такая большая яма или не попали они в это русло но я вижу гудит эта машина цистерна эта бочка говновозка назовем ее так приезжает и чистят а чистить друзья это пару тысяч то надо не знаю как часто это происходит но пару тысяч я думаю что нужно и вот почему я говорю когда выбираете дом смотрите все какая там канализация какая выгребная яма и желательно чтобы она была вот такой вместительной и хорошей и все это у вас уходила это во все песни вот так что вчера я сгребла вот эти остатки картона камни которыми он был ну чтобы ветром его не сдувало я же все здесь на картон клала эти камни все камни вывезла вот сюда ставила тачку вот туда бросала камни потом собирала в тачку и вон наша кстати сегодня что-то не было этих кто вывозит мусор и в бак вывозила из тачки все очень удобно все эти камушки кирпичики все вывезла сейчас мне скажут зачем вывезла это же потом пойдет куда-то друзья мы все равно будем покупать щебень и я не хочу собирать вот этот мусор где его хранить выбросила и все и забыла все равно будем покупать щебень чтобы плитку выкладывать и здесь нужно отмостку будет еще тоже делать вот там еще буду штукатурить фундамент скорее всего будем снимать вот эту облицовку и я вот там вижу вот нужно немножко залатать фундамент ну и отмостку делать ну и конечно ну и конечно же выкладывать плиточку во дворе и в зоне зоне отдыха а у меня здесь было такое кострище ну я обезопасила себя это кострище обкладывала железными листами чтобы не дай бог там не перекинулась на дом или еще куда вот и сожгла громаднейшую кучу вот этого уже раскисшего картона который сделал свое дело сегодня на вайлберис я заказала фацелия по-моему называется сидираты короче овес горчицу и фацелию там что-то по килограмму фацелия по-моему полтора килограмма уже не помню там недорого нашла короче 700 чем-то 744 рубля хочу здесь засеять фацелии вот этими сидиратами чтобы почва обогатилась и здесь можно будет тогда что-то сажать сегодня разговаривала я здесь работала соседка идет долго мы с ней поразговаривали она говорит здесь валя это предыдущая хозяйка не та у которой мы покупали а та которая вообще здесь все делала ремонты яму эту выгребную облицовывала дом ну в общем все делала газ проводила она говорит здесь палисаднички у нее помидорчики огурчики росли и так далее солнечная ну солнечная да у нас там восток и до полдня солнце здесь а когда самое двенадцать часов оно поворачивается и уходит за дом и вот в самое пекло здесь уже не будет солнышко хорошо но я не собираюсь здесь сажать помидоры я хочу здесь сделать может быть тоже зону отдыха может быть какие-то садовые интерьерные штучки сделаю вот и здесь скорее всего будут цветы вот за забором вот здесь тоже немножко почистила я это вот земля вывезенная я же выравнивала почву под плитку во дворе и вывозила прямо сюда сегодня здесь тоже грабельками прошла вот там кое-какое не успели это в том году по осени порвать калачики здесь росли из той вывезенной земли ох какие мощные были ну вот здесь тоже навела порядочек здесь немножко сожгла дорожку очистила пока временную которую просто с лёшиком бросили чтобы можно было как-то ходить вот такие у меня друзья планы засеять ещё один год седиратами во-первых избавиться вот от этих сорняков обогатить земельку потому что в этом году мне тоже особо некогда заниматься здесь ну какими-то цветочками или ещё чем-то да и земля не готова зачем как говорится попок рвать надо всё по умному а уже на следующий год после седиратов тогда уже буду заниматься палисадником вот здесь тоже где будет стоянка парковка видите я всё здесь заложила вот такими листами вот это тоже песочек привезём я здесь засыплю пока временно песком но здесь тоже будет дорожка вот из плиточки вот и листы вот эти вот заложены чтобы так же всю вот эту траву вот этот лист потом вот сюда положу в общем всё заложу чтобы трава пропала за сезон под этими листами и чтобы мне здесь стримером не ходить пусть пусть она здесь как говорится уйдёт эта травка ой сегодня и солнышко немножко так это выглядывало вот дорожку я уже очистила я не знаю вы слышите как птички поют вот класс Маруська там сидит в окошке смотрит вот работы друзья много но работа в радость да конечно устаю но я говорю вот немножко Маруся Маруська девочка моя сладкая ой ты моя красавица немножко полежала отдохнула ноги сильно гудели руки гудели ну с непривычки ещё после зимы вот и уже хочется уже хочется опять что-то делать сейчас может быть вот пойду видео смонтирую вот и тачку не убираю далеко и если время останется ещё может пойду граблями поработаю а завтра по планам а может быть завтра всё это сделаю посажу эту сеянку или сивок лук сивок на Украине у нас называлась сеянка а здесь называется лук сивок так что вот так вот моя штукатурка моя плиточка из гипса я считаю что хорошо пережила зиму всё замечательно всё красиво наведём везде порядки и будет нам счастье всё мои хорошие на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока субтитры субтитры субтитры